Музыка Да пребудет с вами Бог Машины и не заржавеют ваши механизмы Здравствуйте дорогие друзья, с вами Юга И сегодня я вам подготовил парочку интересных новостей Про всеми нами ожидаемую новую Морпега Эйр Выставка G-Star 2017 уже очень близко И в сеть просачивается все более-более интересная информация Давайте вместе с вами рассмотрим эти новости и сделаем выводы Погнали Считанные дни остались до выставки G-Star 2017 И на ней будет представлен геймплей на всеми нами долгожданной игры Эйр Можем ее посмотреть, я думаю все-таки какие-то видео утекут в сеть Хотя на таких мероприятиях снимать строго запрещено Но мы же прекрасно понимаем, что в любом случае даже сами создатели Bluehole нас не оставят без какой-либо информации И вот эта информация уже потихоньку начинает просачиваться Так сказать, что самое интересное, ответы на все задаваемые вопросы европейскому локализатору Какао Гейминг Мы уже обсуждали на стриме, кто кстати не перешел, вы очень много потеряли Советую подписаться на Твич канал и здесь на Ютубе поставить лайк и колокольчик, если ты всегда хочешь быть в центре событий Так вот, суть такова, что вопросы, на которые ответили Какао Гейминг Во-первых, меня порадовало в том, что они в принципе очень честно ответили И на один вопрос в принципе тут можно проанализировать, что мы с вами в этом видео и сделаем Вопросы на официальном сайте, они в общем доступе, вы можете сами посмотреть, если интересную ссылочку оставлю А если у кого-то с английским не лады, то в принципе тут вопрос из тех, которые здесь очень простые Самый первый гласит Будет ли гендерная привязка? То есть, то, что мы с вами обсуждали Один класс обязательно девочка и другой класс обязательно мальчик Нет, такого не будет, оба класса будут по обеих полов Ура, ликуем Все в принципе наши догадки тут на этом подтвердились Второй вопрос, какие маунты будут? И тут их просто огромнейшее количество Вплоть маунты животные, суда, байки Ну то есть аэроциклы, так давайте их назовем Парациклы У нас же все-таки стимпанк в конце концов Аэроциклы, парациклы, да, почему бы и нет Джетпаки И что Вингсюет Это, ну типа глайдер Чтобы был в Арчич Ну собственно крылья, все эти трейлеры видели Также есть наземная техника Это, собственно, были дропботы Назовем их так Роботы Ну они, не дропботы Плюс роботы Назовем их роботы Которые спускались, десантировались И, соответственно, с них не фигачите И все это можно будет скрафтить в игре Следующий вопрос Который относится к европейскому серверу Смогу ли я зарегистрироваться на ЗБТ? Что гласит, что На данный момент не можете Но вы обязательно подписывайтесь На официальном сайте На наши медиаресурсы Чтобы быть в курсе событий Я, в принципе, и вам всем советую Здесь, вот внизу На официальном сайте Написать свой email Также, говорится, будем держать руку на пульсе Так Будет ли на релизе топ-классы? Вот это интересный вопрос И их, а, не будет Но каждый класс, как я уже рассказывал Как я уже предполагал На предыдущей трансляции Будет делиться, как минимум, на два подкласса Это было заметно из трейлера Эти персонажи, в принципе, мелькали И... Ну, так и да В принципе На РВР-играх Это не ново Это уже использовалось в Айоне Это использовалось Ну, что из последних РВР? Господи, да World Warcraft Такого нету Кстати, что самое забавное Там есть подкласс Такого здесь Такая здесь система Более классическая Корейская РВР-ная В европейских играх Если надо вот так посчитать Подумать На вскидку сейчас не скажу Но первое, что мне в голову Пришло сразу Это Айон Это Айон Арчи очень не берем в голову Хотя там и есть РВР То там Обилие классов Все менялось В зависимости от ветки Которую ты возьмешь Здесь Я бы назвал ее Для меня личной Классической Системой С Рагнарька И с Айона И это замечательно По той простой причине Что всегда у тебя Будет стоять выбор Всегда есть Простор для Билда Который ты будешь выбирать И соответственно Подклассы Также могут Как-то еще разделяться Возможно Один будет ДД Здоровье плюс Минус Дамагер ДД Дамагер Суппорт Или суппорт ДД То есть как-то Вот так Это все будет Разделяться В частности Это касаемо Класса Мистик Мне кажется Они только Будут уходить В ловетку Хила Также касаемо Класса Варлов Там Есть щитовики С баловами Соответственно Скорее всего Это будут танки Далее Что касаемо Такого вопроса Соответственно Почему были лаги В видео В тизерном На что я вам дал Также ответ на трансляции Это в принципе Было адекватно И понятно И я уже задавался Говорить Чуваки Я как бы Банговал Все очень просто Клиент Пока что Сейчас стоит Забытэшно Не оптимизирован По серверную часть Это Ну то есть Вот ту машину Видимо На которой он Базировался Для снятия тизера Трейлера И скорее всего И это мое Основное предположение Было очень небольшое Количество эффектов Мы все прекрасно Понимаем Что в подобных Играх Все таки Эффекты как-то убираются Да Вы скажете Чувак Это Unreal Engine 3 Старый движок Но Опять же Плюхолы Что-то с этим движком Творят В принципе Мы спорили На тему того Что Тера До сих пор Не оптимизирована Я что-то Поговорив Буквально После стрима С ребятами Которые стримят Постоянно играют Ну Особых нареканий Не нашел И В целом В целом Это нормально Также тут есть Спецификация Которая будет И Я могу сказать Что это вполне Адекватная Спецификация Для современных игр Потому как Из движка Пытаются Действительно Что-то переделать И выжить Довольно-таки Хорошие результаты Вот Вопрос следующий Насколько готова игра Здесь я говорил Цифру процентов Семьдесят Ошибся на Десять процентов Шесть процентов Игра готова В принципе Сейчас Из того Что будет Скорее всего На ЗБТ На релизе игры Это показания Активностей Это показания Классов Непосредственно Вот все 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 это Игра Не готова По состоянию На Саму ЗБТ На Ее релиз Она скорее всего Даже Ну Не будет стопроцентной И в дальнейшем Конечно Мы будем понимать Что это игра Которая будет В дальнейшем Получать контент Как и любая Другая корейская игра Это адекватно Это нормально Напоминаю Что мы все Много лет Играем В одни и те же игры И все равно Возвращаемся Классик Оргонарьки И другие И другие игры И тут еще Его классика У нас Ну вы понимаете К чему я говорю Что не нужно Особо Забегать наперед И ждать Какого-то действительно Мощного контента Даже за первого Два месяца релиза Успокоились Приняли этот факт Идем дальше Следующий вопрос Гласит Что вы покажете На выставке Джестар Ответ В основном Это станет Лично для меня Это удивлено Я удивился Этому ответу Это будут показывать Равейро системы То есть уже В принципе На этом этапе игры Они готовы Показать Равейро системы Показать бои Между фракциями Квесты Исследования какие-то Ну Судя по тексту Да и в принципе Все Шок Да Ну то есть Как бы Как вам объяснить Попроще И да помягче Вот так будет Выглядеть их стенд То есть Это у них картинка Соответственно Здесь стоят Несколько Ампов Будет презентация Так будет собственно Стенд Захватился Да Стенд Плюхова С игрой Эйр И Здесь соответственно Будут проходить Какие сражения По фракциям То есть тут есть Какие-то презентационные Кампы в начале И чуть дальше Еще какие-то Соответственно Отдельные блоки Ну Чтобы можно было Поиграть Сколько там народ наберется Это будет скорее всего Локальный сервер Без сомнения Мне кажется На такие выставки Вряд ли Они какие-то Ну то есть Завезут интернет Чисто говорю По опыту Нахождения На таких подобных Мероприятий Вот Там соответственно Поставят Альфа-билд И Очень жду Первых геймплеев Очень жду Первых боев Вообще понять Что здесь Будет происходить Поэтому Ждем Ждем Осталось всего лишь Три дня Я думаю через три дня Появится много новых Новостей И Следующий Точнее Последний вопрос На котором мы Сегодня закончим Не будем Так сказать Точнее На нем Как раз И будем Я хочу Немножечко Остановиться В принципе Вопрос Который Волнует Многих Какая Говорится Дружище Какая у нас Значит Ценовая политика Ты брат Сколько Шекелей Сколько Шекелей Платить Рассказываю В классическом Духе Всех Издателей Издателей Я напоминаю Нет Это от вас Отвечал Какао гейминг Не блюхов Говорит Ребята Не обладаем Такой информацией Которую Можем С вами Поделиться Но Мы еще Обсуждаем Мы еще Обсуждаем Но Зная Какао гейминг Напоминаю Какао гейминг Издавала Блэй Лизард На Европе То скорее всего Будет Что-то Закос Под Бай ту плей С переходом Возможно На Фри ту плей Хотя Такого Такой Существ Нет Ну Я говорю Сейчас Это вообще На самом деле Очень в шутку Не надо Воспринимать Серьез Но Вот этот момент А если Посерьезки Какао гейминг Изначально Отопили БДО Непосредственно Бай ту плей Ной системы Ты покупал пакеты И БДО в Европе До сих пор Имеет Очень хороший вес Очень отличная Прогрессия Также Со стартом Еще серверов В стиме Там они Также Как-то повязаны Как я понял У них Все в принципе Хорошо И Да Были Бугурты После введения Примаков После введения Определенных Каких-то систем Которые Упростили процесс Но потом Вроде бы Как бы Все это Очень притерлось Я допустим На примере БДО Могу сказать Что все Что там введения Это вполне Все декор Так по мне Ценовая политика Европейская Заставляет Людей Играть Заставляет Людей Как-то Мотивироваться Играть В эту игру Так что Дай ему Здоровья Поэтому Какао Гейминг У меня Допустим По минимуму Нареканий Захотят ли Они на Air Сделать Питоплей Это неизвестно Но скорее всего Будут также Три пака И максимально Будет стоить Скорее всего 100 евро Ценники в евро Это Европа Напоминаю Почему я говорю Так уже о деньгах Потому как Перспектива Моя нахождение На Европе Самая сейчас Самая большая Я не знаю Кто будет Русский Локализатор Этой игры Тетя я говорил На эфире Через неделю Должен появиться Анонс Или только После нового Ввода Но я готов Отдать Допустим Деньги на Европу Уже в принципе Мы все Обожглись И уйти сразу Играть на евро Люди Которые заинтересованы Миром РПГ Которые делают Рассификаторы На Блэк Дезерт Я также думаю Подтянутся В принципе Все чуваки Знакомые Все в одной лодке Плавые Вот Корея Рассматривается Но Нежели Как просто Плацдарм Для изучения Самого проекта Вот Не более того Из-за пинга Естественно Будут ли Анонимайзеры ВПН Да Какао гейминг Одни из самых Таких жестких Пацанов В любом случае Придется брать ВПН Играть с ВПН Там обычно Все бывает На стадии лаунчера Как будет Сейчас Я не знаю Поэтому Будем изучать Все у нас Будет здесь На канале Если какие-то Информации Дополнительные Также будут Здесь на ютубе Поэтому Ребята Колокольчик Не забываем И Суть В чем Блокировка Может быть Соответственно Есть вероятность Банок Никто от этого Не застрахован Вы Взрослые Мальчики Девочки Должны понимать Что даже Если вы Если отдали 100 евро Не факт Что вас Не могут Забанить По IP Но обычно Такого Какао Не делаем Насколько я знаю Из всех людей Которые играют На евро Black Desert Уже играют Полтора года Со основания Никто Не забанен По крайней мере Те Кто Не Привлекался За За какие-то Уже действительно Стругие нарушения Соответственно Правилам игры Вот Поэтому Как бы Как бы Беряя Это Ну То есть Прокручивая Этот момент В голове Я понимаю Что скорее всего С очень большой Вероятностью Я пойду играть На евро Наши Почему-то Не подсуетились А если Будут Наши То Я не знаю Скорее всего Это будет Если Это будет То Конец 2018 Года Это Раз Момент И только Амонс Ну То есть Уже Забт В России И Следующее Если бы Я пошел Играть Только Наверное За большие Деньги Которые Мне заплатят Чтобы Я их Рекланировал Потому Как Извините Конечно Но Сейчас Я По крайней мере Нахожусь Непонятным Или Должно Что-то Глобально Случиться И меня Пригласят У них Работать Чтобы Я Занялся Этим Проектом России Но Кто же Узнает Как Все Пройдет Ладно Это Немножечко Лирическое Смешное Отступление По факту Есть Вопросы Которые Здесь Уже Представлены Если У вас Какие Вопросы Накопились Пишите Их Обязательно В комментах Давайте Вместе Обсудим А если Хотите Обсудить Да прибудет С вами Бог Машины С вами Был Юга Хороших Вам ММОРПГ ММОРПГ И до связи Пока Пока Да прибудет С вами Бог Машины Хороших Вам ММОРПГ С вами Был Юга И до Связи Пока Пока Редактор субтитров Корректор А.Егорова